В Ненинском округе стартует прием заявлений от некоммерческих организаций на право получения в 2020 году субсидий из окружного бюджета на осуществление уставной деятельности. Мероприятие проводится в рамках реализации государственной программы Ненинского округа, реализации региональной политики Ненинского округа в сфере международных, межрегиональных и межнациональных отношений, развития гражданского общества и информации. Максимальный размер субсидий для каждой организации составляет 500 тысяч рублей. Прием заявлений продлится до 25 февраля 2020 года. Традиционно при оценке заявок конкурсная комиссия будет учитывать такие критерии, как значимость и актуальность деятельности организации, ее экономическая и социальная эффективность, а также профессиональная компетенция. В 2019 году в рамках конкурсов субсидий было поддержано 37 инициатив некоммерческого сектора на 4,5 миллиона рублей. Причем минимальный размер субсидий для одной организации составил 40 тысяч, максимальный 400 тысяч рублей. Добавлю, заявки принимаются в Департаменте внутренней политики Ненинского округа. Подробную информацию можно получить на сайте ведомства. Для получения консультаций также можно обращаться по телефону 2 15 66. В Ненинском округе продолжается оперативно-профилактическое мероприятие «Притон». Оно продлится до 12 февраля. Стражи порядка призывают жителей региона сообщать о лицах, потребляющих наркотические средства или психотропные вещества без назначения врача, незаконно приобретающих, хранящих, изготавливающих, осуществляющих сбыт, а также лицах, содержащих «Притоны» для потребления наркотических и психотропных средств. Если потреблять неоднократно в одном и том же адресе, так называемом тождественном адресе, мы будем проводить мероприятия и следственные действия для документирования в отношении хозяина квартиры признаков состава преступления «Притон». На территории, еще раз повторюсь, города и поселка Искатели будет разослана информация в виде листовок, контактных телефонов. Населению можно будет обращаться в полицию о фактах непонятных появления в подъездах домов лиц в состоянии опьянения. То есть, пускай это будет даже алкогольно, но определить наркотическое тяжело. Любая информация будет сразу же незамедлительно проверена. Сообщить о правонарушениях жители региона могут по номеру телефона 8-911-650-57-49, телефону доверия 4-21-52, а также в дежурную часть управления по телефону 02 или 4-21-26. Анонимность гарантирована. Оформить федеральный материнский капитал на первого ребенка можно будет уже во втором квартале 2020 года. Владимир Путин во время ежегодного послания президента к Федеральному собранию предложил выплачивать материнский капитал при рождении первого ребенка. А сумму сертификата для семьи при рождении второго или последующего ребенка увеличить на 150 тысяч рублей. Федеральный материнский капитал в 2020 году будут выплачивать уже на первого ребенка. Инициативу президента поддержало Федеральное собрание. И теперь получить сертификат смогут те семьи, в которых родится или будет усыновлен первенец 1 января 2020 года. Для многих молодых семей эта новость станет решающей в вопросе увеличения семьи. Да, я думаю, да. Сколько у вас? У меня детей нету пока. Ну, я не пытаюсь пока что. А вот если материнский капитал будет, подумайте об этом? Ну да, конечно, можно подумать об этом. Я думаю, это очень хороший стимул. На самом деле, я сама недавно вышла замуж. И мы сейчас с мужем планируем детей. И для большинства граждан нашей России это очень хороший стимул. В соответствии с тупившими в силу изменениями с 1 января 2020 года размер материнского капитала увеличен до 466 617 рублей. По сравнению с прошлым годом сумма материнского капитала выросла на 13,6 тысяч рублей или на 3%. Индексация коснулась тех семей, у которых на конец прошлого года сохранились средства на сертификате, как в полном объеме, так и в частичном размере. Законопроект, предусматривающий механизм предоставления материнского капитала на первого ребенка, сейчас находится в разработке, так же, как и увеличение его размера на второго ребенка. И поэтому, как только из федерального центра поступят нормативные документы, отделение незамедлительно проинформирует население о порядке обращения за получением сертификата. И так же мы ожидаем, что примерно в марте-апреле пенсионный фонд начнет принимать эти заявления, как только Госдума примет решение об изменении в законном материнском капитале. В 2019 году у семьи Мненинского округа было выдано 224 сертификата на федеральный материнский семейный капитал на сумму более 100 миллионов рублей. Чаще всего в 2019 году семьи направляли средства сертификата на образование, в частности, на оплату детского сада. Второе по популярности направление – ежемесячная выплата на второго ребенка, рожденного или усыновленного, начиная с 1 января 2018 года. Порядка 150 семей округа направили средства федерального материнского капитала на улучшение жилищных условий и погашение ипотечного кредита. В целом, по четырем направлениям было израсходовано порядка 104 миллионов рублей. Кроме того, на территории Мненинского округа действует региональная мера поддержки многодетных семей. В 2019 году ею воспользовались 152 семьи. В них родились третьи и последующие дети. Во второй половине 2019 года по инициативе губернаторов в положении о мерах социальной поддержки многодетных детей были внесены изменения. И теперь на региональный материнский капитал могут претендовать семьи, в которых родились четвертые и последующие дети. Те изменения, которые были предложены губернаторами, поддержаны собранием депутатов, на сегодняшний момент материнским окруженным капиталом могут использоваться и на третьего ребенка, и на четвертого, и на пятого, и последующий. То есть нет однократности, которая была раньше. Это первые изменения, которые произошли. Вторые изменения. С 2020 года у нас практически отменена вся приостановка, и нормы, принятые ранее, которые говорили о направлении использования материнского капитала, на сегодняшний день действуют в полном объеме. Одно из самых популярных направлений использования регионального материнского капитала – единовременное вылута в размере 30 тысяч рублей на разные цели. Второе по популярности – приобретение товаров длительного пользования. Также в тройке лидеров – приобретение транспортных средств. Все эти изменения как раз направлены на повышение демографии. Изначально, когда эти меры были приняты и на федеральном уровне, федеральный материнский капитал, и когда мы принимали окружной, хотелось бы отметить, что на сегодняшний день, и как изначально он был принят, он самый практически большой во всех субъектах Российской Федерации по сумме, которая выплачивается, они как раз повлияли, и у нас был рост рождений третьих, четвертых детей. На сегодняшний день есть тенденция за последние три года сокращения первых родов. И по поручению губернатора мы готовим сейчас изменения также в окружной законе о материнском капитале с целью установления выплаты по материнскому капиталу на первого ребенка. Кроме того, в 2020 году ежегодная индексация коснулась и регионального материнского капитала. Его сумма теперь составляет 379 911 рублей. С 10 по 14 февраля сотрудники управления Росгвардии по Ненецкому автономному округу проверят владельцев гражданского оружия в селе Великовисочное Заполярного района. Инспекторы центра лицензионно-разрешительной работы посетят их по месту жительства и проведут в участковом пункте полиции личный прием граждан по вопросам получения государственных услуг войск Национальной гвардии Российской Федерации. Для того, чтобы оформить все необходимые документы на месте жителям муниципального образования, расположенного в 90-х километрах от города Наринмар, достаточно зарегистрироваться на интернет-портале www.gosuslugi.ru и подать заявление в электронном виде. Владельцы гражданского оружия по-прежнему могут согласовать с сотрудниками Росгвардии удобную дату и время посещения по месту жительства. Для этого следует позвонить по телефону для справок центра лицензионно-разрешительной работы 8 818 53 4 69 60. С его помощью также можно уточнить информацию о неуплаченных административных штрафах и порядке регистрации предметов вооружения. Напомним, при смене места жительства новое разрешение оформляется в течение двух недель с датой регистрации по новому адресу, а при истечении пятилетнего срока действия документа не позднее, чем за месяц 30 дней до крайней даты. Опоздание является административным правонарушением и влечет соответствующую ответственность. Программа по добровольной сдаче незаконного хранящегося оружия в Нейнском автономном округе предусматривает следующие размеры денежных вознаграждений. 15 тысяч рублей за одну единицу боевого оружия, 6 тысяч рублей за одну единицу служебного, спортивного или охотничьего нарезного огнестрельного оружия, 4 тысячи рублей за одну единицу гладкоствольного огнестрельного оружия, 3 тысячи рублей за взрывное устройство, 3 тысячи рублей за одно самодельное стреляющее устройство, 2,5 тысячи рублей за одну единицу газового, травматического или сигнального оружия, 10 рублей за один патрон к боевому оружию, 5 рублей за один патрон к гражданскому или служебному оружию, 500 рублей за средства взрывания, электродетонатор, капсульдетонатор, взрыватель в штуках, огнепроводные и электропроводные шнуры в метрах, действующие или подлежащие восстановлению.